В редакцию Мариупольской службы новостей анонимно обратилась жительница Мариуполя и сообщила, что в общеобразовательной городской школе номер один шесть учениц пытались вскрыть себе вены. Руководство учебного учреждения отрицает, что такое было, а вот школьники наоборот. Проверяла информацию Татьяна Степаненко. Мы прибыли в школу номер один и решили пообщаться с руководством. Дверь учреждения была закрыта. Почему закрыли входную дверь для нас, как и для родителей, которые пришли за своими первоклашками, было непонятно. Мы пришли, впервые столкнулись с этим событием. Мы будем возмущаться, что у меня ребенок полураздетый вышел, что я не могу его нормально в школе одевать. А раньше не закрывали? Нет, ну не закрывали. А сейчас дитя у меня вышло без шапки, с голой шеей. После предварительного звонка директор, завуч и замначальника городского управления образования нас ожидали. На вопрос, почему входная дверь в школу закрыта и давно ли это практикуется, ответили, что в течение полугода, чтобы посторонние не заходили, сами понимаете, время такое. Переходим к основной теме визита. Информация поступила о том, что в вашей школе произошел инцидент. За прошедшую неделю у нас не было в школе ни травм, ни микротравм, ни обращения, ни медпункта, ни родителей, никаких претензий у нас не было. Сегодня узнал это, мы осмотрели всех детей пятой и седьмой классы. Ни у кого мы не обнаружили порезанных рук. Похоже, учителя УЧП узнали только от нас, по крайней мере, некоторые были крайне удивлены. Нет, это нельзя скрыть. Что-то вы выдумываете. Но не всем и даже попытались объяснить, что девочки просто баловались и сделали себе царапины незначительные. Ни вен, ничего там не резалось. Там крови почти не было. За разъяснениями мы обратились в правоохранительные органы. В полицию Мариуполя сообщений о попытках суицей дошкольниц ни от родителей, ни от сотрудников учебных заведений не поступало. В медучреждение также никто не обращался. Однако маленькие ученики школы нам рассказали, что были случаи и с мальчиками, и с девочками, только когда они не помнят. Слышали, что вене порезали? А что было, что слышали? Ну просто ему руки вот так порезали. Остается надеяться, что в этот раз обошлось все без серьезных последствий. Татьяна Степаненко, Николай Рябченко, Андрей Бабкин. Мариупольская служба новостей.